Иллюстрированные энциклопедии Передо мной на столе книга из серии «Что и что?». Я думаю, такие белые томики есть в квартирах многих саровчан. Хотя я, если честно, сам до конца не понимаю, как они вообще у нас появлялись. В магазинах не продавали. Просто мама или папа раз в месяц приносили новый томик. У них было два достоинства. Во-первых, они были небольшие по размеру. У них было много картинок. Но еще одно, они были очень интересные и всегда посвящены разным темам. Самая первая была, как сейчас помню, древние греки. Я читал про Троянскую войну, про мифы, про героев древности, про богов. Мне это было дико и жутко интересно. Следующий томик, по-моему, был «Первооткрыватель». Там было про Колумба, Магеллана и других людей, которые рисковали жизнь, отправляясь за далекие моря в поисках приключений, золота и слава для себя. И вот как-то раз папа принес вот такой вот томик. Он назывался «Интернет». Я, как сейчас помню, это был 98-й год. Интернет в Сарове, может быть, только появился. У меня его еще не было, поэтому я на него накинулся, как кошка на мышь. Поглощал страницы за страницей. Было удобно, потому что эта книга построена в формате энциклопедии. Первая вводная глава рассказывает о том, что такое общение, что такое электронное общение, как оно выглядит, в чем его суть и почему она гораздо проще, чем кому-то звонить или просто назначать встречу. А дальше шла подробная инструкция, как и что нужно делать, чтобы не потонуть во всемирной паутине. Изображение автора, она выглядела примерно вот так вот. На самом деле, недалеко от мстена. Эта книга очень интересна тем, что она, ну, как будто для чайников объясняет самые простые базовые вещи. И удивляться нечему, так на самом деле было в те годы, когда компьютер был, ну, если не средством роскоши, то точным делом людей успешных и состоятельных. Вот, очень показательная глава. Что нужно, чтобы попасть в сеть? Чтобы попасть в сеть, нужно для начала приобрести компьютер. Возможно, людям, которым сейчас 18-20 и для которых интернет это такая же часть привычной жизни, как автомобили, кабельные телевидения и другие радости современной жизни, она не очень интересна. Но для меня это возможность вернуться назад в детство, когда мы покупали карты Roll 5, 10, 20, заходили в интернет и с двух до девяти пользовались бесплатными услугами. Наверное, стоит сказать о том, чему учит эта книга. На самом деле, уроков немного и все они очень простые. Первый урок – это то, что будущее невозможно предсказать, каким бумом ты ни был. Возможно, тебе повезет. Где-то ненадолго ты попадешь. И сможешь хотя бы отдаленно, ну, предсказать то, что будет через 15, а то и 20 лет. Но в целом охватить картину невозможно. И здесь второй урок. Мир постоянно меняется. Как бы нам не хотелось иногда его остановить в нашем привычном, уютном, комфортном режиме, это невозможно. Он постоянно меняется. Особенно острый начинаешь чувствовать, ну, примерно в моем возрасте, 30-32 лет, когда видишь подрастающее поколение ребят, которые всего-то на каких-нибудь 15 лет моложе тебя, но они уже совершенно другие. То, что для тебя было какой-то далекой звездой, на которую ты смотрел, на которую ты стремился, для них это уже дом. Дом, в котором они выросли, дом, без которого они себя просто не представляют. Буквально вчера, когда я готовился к тому, чтобы рассказать об этой книге, и снова освежал ее в памяти, я увидел одну картинку, которая меня очень сильно повеселила. Вот это отображение скорости. Самый медленный модем. 14,5 тысяч бит в секунду. Время, как просто ли не выедет. Модем побыстрее. 28-2700 бит в секунду. Парень уже летит и взял стойку. И какая-то супермощная связь ICDN. 64 тысячи бит в секунду. Тут у парня уже просто срывает кепку таких скоростей. Когда я увидел эту картинку, улыбался, наверное, минут 5, как визион, потому что тогда, в детстве, о таких скоростях только мечтал. Сегодня вот этот парнишка, который летит с сованной кепкой, это такой старый для хмки дедушка с палочкой, который еле-еле идет к картинке, который находится в двух минутах у него от дома. Мне даже сложно представить, сколько времени потребуется, чтобы просто скачать какой-нибудь даже самый маленький фильм с такой скоростью. А сейчас мы живем совсем другое время. Время других скоростей, другой жизни. Всего несколько лет назад мы не представляли себе, что интернет ворвется в нашу действительность и станет неотъемлемой ее частью. Пройдет еще какое-то время, и интернет, вероятно, станет играть в нашей жизни куда более важную роль, чем, например, старое доброе телевидение. Специальный выпуск интернет из серии энциклопедии «Что и что». Рекомендую. Рекомендую.